Всем большой привет! Сегодня 31 декабря. На улице 5 часов вечера, даже без 5.05, но у нас уже полнейшая тьма. В квартире, вернее, в доме в нашем тоже уже очень темно. Я всех детей уложила спать днем. То есть сейчас они еще спят, еще не будила. Сама там готовлюсь к походу на Новый год. Я там пеку печенье и, не знаю, Сергей там салатик сделал. Не салатик, а рулетики сделал. Мы возьмем с собой. Мы будем праздновать Новый год у свекрови, как обычно. Мы каждый Новый год празднуем именно там. Сейчас дети проснутся, потом начнем собираться. Вообще я люблю праздновать Новый год ближе к ночи, но мама у нас любит, чтобы мы начинали праздновать пораньше. Поэтому, скорее всего, она, может быть, уже нас ждет там, но мы еще не готовы. Все дети спят. Я их специально укладываю днем спать перед Новым годом, 31 числа, чтобы они досидели до вечера, до позднего, и там не легли спать. Если уже встречаем Новый год, то встречаем все вместе. Поэтому днем у нас все высыпаются очень хорошо. Я сейчас еще планирую скупаться, помыть голову. И у меня там еще делаются печенья. Вот эти печенья с шишки я решила взять с собой на праздничный стол, потому что свекровь у нас так их и не попробовала. Девушка приходила, пробовала, она нет. Поэтому хочется что-то свое принести. А еще с шишки я там рулетики сделала, так что пойдем. А еще арбуз в этом. В общем, пойдем с продуктами тоже. И шишки вот эти тоже хотела угостить. Я же забыла, конечно, что вы смотрите это видео уже в Новом году. Поэтому я вас всех-всех поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы этот Новый год был полон только приятных сюрпризов для каждого из вас. И, в общем, всем-всем большого счастья. Так, подарки мы все собрали. Всем-всем-всем сейчас выходим. Здесь у нас еще рулеты, закуска. Здесь печеньки. Лапка все скушала. Лапка все скушала? Там у нее пустая тарелка. А ну у нее, кстати, хороший аппетит, да? Да. Папа! Привет, Лапка! Я тебя сегодня еще не видела. Мишенька упал. Плачет. Папа! Я вчера говорила, что у нас сказочная погода. Сегодня еще больше нарост на деревьях. И еще сказочней. Они прям вот эти вот все, я не знаю, как их назвать, маленькие-маленькие. Такие сосулечки на каждой веточке. Они еще больше стали вообще. Красота! Смотрите, просто сказка. Опять я повторяюсь, но это нереально. У нас никогда такой зимы не было, чтобы несколько дней держалась такая красота. У нас обычно, если вот такие вот деревья, выбегает весь Волгоград сфотографироваться, потому что знают, что завтра этого не будет. А это уже три дня держится. И с каждым днем все больше и больше, и красивее, и красивее, и красивее. Все, мы приехали. У меня только закуска перевернулась. Закуска перевернулась? Ну ничего, соберем, Сереж. Соберем. Сидим. Давай я подержу. У нас тут багажник сломался, он опускается самостоятельно. Так, тихонько разваливается тачка. У меня уже новогоднее настроение. У всех новогодние. Сереж, ты знаешь, я уже рассказывала эту историю. Там люди с гирлянды на голове. Там люди с гирлянды на голове. А там люди все золочки жарят. А вот тут просто поднимательное настроение. Красивые веточки. Я уже рассказывала эту историю. У меня перед Новым годом обычное испорченное настроение. Я не знаю, почему так, но это у меня с детства. И мне даже мама всегда говорила, еще в детстве, может быть, внушила мне, то, что я должна перед Новым годом обязательно повереть, поплакать. Но сегодня этого не было, и сегодня у меня зрение очень хорошее. Слава Богу. Так, там уже дедушка, Андрей там. Все уже собрались. Заходим, заходим. Да, мы немножко еды принесли. Добрый день, здрасте. У нас дети только проснулись, они тоже голодные. Так что с удовольствием сейчас покушают. Хоть это обычно один сок пьют, да? Как-то все красиво. Ложка, постойте, ложки, ложки. И бутербродики наши любимые, и нарезка колбасная. Ммм, какая красота. Тепа, Андрюха в гостях. Вот Таня. Привет, Виталия. Так, здесь много детворы. От Настя. Вот стол праздничный. Там моя девочка затерялась. Здесь наши гирлянды с детства. Мама всегда вывешивает их. Я помню, мы еще когда маленькие были, вот с Андреем. Их мало осталось. Да, их мало осталось. Портзадание у нас было навешать вот эти вот все штуки на ниточку. Потому что они только на ниточку, и сидишь вот так вот целый час. И оно у нас было через вот так вот с одного края до другого края в детстве у нас. А, ты про эти флажки? Да. Сейчас посмотрим, что мама тут наготовила. Вы поздно приходите, мы уже испортили. Салат десертный с крабами. С рыбой на черном хлебушке. Это закуску я сейчас сделал. Я уже сел. Это я мою. Андрей. Так, икра щучья. С батоном. Там грибочки маринованные со спаржей. Селедка под шубой со снеговиком нарушенным. Салат с елочкой. Мама тоже решила покрошить елочкой. А вот еще селедочка. Арбуз у нас. Красотища. Папа сразу позвал. Где-то здесь уже рыбу будет резать сейчас. Папа всегда приносит на все праздники рыбу. Вон она. О, какая большая. Красавица. Это что у нас? Семга. Семга? Угу. Папа всегда берет вот такой большой кусок. Солит его. И потом мы делаем почти строганину. Ну, мы просто нарезаем, то есть рыбу в снегище. А вы на севере так же ели, папа? Да, только там мороженое потом кусочками порешь, посолишь ее и все. Ханты-Мансийский друг меня угощал. Папа работал на севере, на вездеходе вначале. Ну, всегда, еще есть на вездеходе. Потом, ну ты же еще на каком-то кране там работал. Какая у нас здесь работала? Нет, там который лед бил мерзлоту. Это в Омске. В Омске. А я вот в Омске ни разу не был, хочу в Омске. А вообще город в Омске. Натрогляйник, паникранный экскаватор, натрогляйник. Какая долбит мерзлоту. А потом папа переехал где-то лет в 30 в Волгоград. Да, женился и переехал. И все. Понравилось здесь. Да, круто. Потому что здесь все растет. Ну, почти все. Все растет. Изобилие. Я смотрю, у мамы тут уже огурчики, помидорчики заготовлены. Значит, будет еще второе. Горячее. Картошечка жареная. В духовке курочка, наверное, еще? Да. Ой, ой, ой. С непривычки, она без пружины. Я маме предлагаю, давай, мам, купим новую духовку. Нет, это хорошая духовка. Вот курочка, как я ее угадал. У нас всегда на Новый Год курочка. Пока хватит, но я думаю, хватит пока. Вот так бы еще на ломтики полезть, а то получается, что у нас... Да, паврок не влезет. По одному кусочку каждый съел и наелся. Она жирная. Ну да. Просолилась, нет? Конечно. Конечно, просолилась. Компотик вот у нас домашний. Это яблочный, наверное. Ну-ка, попробуем. Да, яблочный. Из бабушкиных яблок, да? Вот у мамы елочка здесь. Наряжная. Снежок есть. А, это из ваты. Вот мама даже снежком здесь украсила. Все игрушки у нас тоже советские стеклянные. А вот новая, я смотрю, мама. Новая игрушка, мама? Мама каждый день, каждый год покупает одну новую. Новую сегодня. Ну вот это вот точно СССР. Сейчас. Я помню, в детстве еще вешал. Вот это вот шарик. Очень красивый, стеклянный. Вот. Вот это тоже. Вот это все тоже. Вот снегурочка, снегирек. Вот чайничек очень красивый. Сейчас покажу. Вот смотри, вот что. Сейчас. Без пяти минут двенадцать. Сейчас. Вот это шестидесятых годов. Еще я была школьницей. Вот. Какой? Вот без пяти минут двенадцать. Вот эти часики. Это из пенопласта? Да, еще шестидесятых годов. А какие еще? Вот тоже старые игрушки. Это уже в советских. Старые. А вот рыбка. Вот такие вот были. Это тоже очень старые игрушки. Вот эти штуки. Я помню, в детстве вот так выворачивал наизнанку. Вот так они выворачивались. А где шарики? А вон Дед Мороз. Такие шарики мы запрятали все. Где, где? Какой Дед Мороз? А, вот Дед Мороз еще старый. Это вообще старый-старый. Вот отгрызг кто-то из вас. Вот колпак ему. Вы маленькие были. Вот. А это уже второй. У нас, помнишь, Андрех, у нас был такой один Дед Мороз, мы в него стреляли. Из пушки игрушки. Ты каждый год вам поэт рассказываешь. Мы, короче, бенгальскими огнями. Степа, я стреляю себе. Раньше игрушки были опасные. Мы в него стреляли штырями от бенгальских огней острыми. Да. Я запомнила, что... Вот такая вот, размером. В нее можно было залежать карандаши, бенгальские огни. Продавалось в салфатном доступе все детям. Заряжают вот это. Рыбатка или бута. Рыбатка была. А вот это постреляли. Вот Настя печенюх наделала вот таких вот еще. Вот, вот, давай, что-нибудь. А я, значит, это, хотел себе купить рубашку на Новый год, потому что надо Новый год чем-то новым встречать. Уже почти взял, думаю, зачем мне рубашку? У меня три рубашки есть, я их почти не ношу. Хочу новую футболку. Молодец. Я, кстати, сегодня в платье, которое ни разу не надевала. Старое, но я его и ни разу не надевала. У Настя новое платье. Пол вот нашла, наконец-таки. Ребята, и вот так, и пол, и вон, и вон, и вон. Ну что, мам, горячее? Что, сразу горячее? А, по салатикам вначале? Сейчас напьемся, потом будем похватить салатиками. Месть, садись. Ты не съел, давай едем. Еды очень много всякой. Когда брат блогера, вот начинается вот это, вот излишество, вот эти все. Да нет, мам всегда так готовят. Ну а ты же что, донес? Я принес вот это, и все. Чего бы ты че не принес? Вон арбузик. Виталь, расскажи, как дела на Донбассе? Раз в год новости у нас оттуда. Дела идут, потому что работает промышленность, шахты запускаются, открываются новые лавы, люди живут и радуются жизнью и встречают Новый Год так же, как и русские люди. Потому что Донбасс это уже фактически Россия. Да, да, поэтому на Донбассе все нормально. Крым, Донбасс, Россия. Давно был там? Ну вот, вот, недавно, в ноябре месяце. Я, Виталий, раз в год снимаю на Новый Год за новогодним столом. Раз в год новости с Донбассом. Нет, абсолютно на позитиве, сейчас на всех административных местах. Работа появилась там, да? Да, флаги России. Тем более сейчас молодые мамочки получают материнский капитал, именно Россия предоставляет материнский капитал. Но там на окраинах не постреливают, да? Ну, там, конечно, еще идет стрельба на окраинах. Но так, в принципе, сейчас уже... Поспокойнее, да? Да, поспокойнее, и как бы большинство граждан уже получили... Ну, хорошо, хорошо. Красотища! Да, там материнский капитал. И прямо можно российский капитал получить, и все, как бы... Там уже материнский капитал с Россией. Ну, в общем, жизнь налаживается там. Нифигасе. Значит, вроде как бы не закончится. Так, официально съемки, а миша ничем не кажется. А, не, а, не, а, не, а, ничего, красота. Нет, тогда на подарки... Вот такой вот у нас Новый Год. Там суета. А здесь сейчас будем есть. Подарочки, что ли? Ничего себе. Стек, ну-ка, иди тоже. Может, тебе тоже там подарочек надо? Никит, а что говорить-то надо? Спасибо. Стек, ну-ка, давай, смотри, что там интересного такого. Давай это тоже. Ого, что-то у тебя там тяжелое такое. Ого, вот это да. Давайте выпьем потом подарок. Да, конечно, давай. Вот это да. Куда спешить, да? Ну, никуда не спешить. Чтобы они чем-то были. Степа, это смотри, что баба Лида там подарила. Вкусненькая, да? Вкусняшки такие. Смотри, робот какой. Вот это да. Они, слышите, как там радуются. Миша аж прыгает. Тоже такого робота увидел. Они же их обожают. Это из детского мира. Да. Покажите. Мама, Теба, Теба, Теба. Вот это да. У нас такой нету. А у тебя что там? Смотри. Вот это да. Мама, смотри. Это моя. Нет, это Сёба. Ура. И у Стёпы? Да, конечно, все. У Стёпы новый. О, у Стёпы такая же. Смотри. не праздничная но теперь все подарки ты на Азоне заказал? да то есть ты все через НАТО заказываешь а это специально не через НАТО я научился наш молокон применял? нет в следующий раз применяем я значит это потому что вы теперь частный дом это же мечта и все должно быть в частный дом так я ждал что это будет я знаю что это я прочитала что это будет побольше это чтобы вы готовили вкусно на костре ну спасибо ты знаешь что это? это казан большой спасибо чугунный нормальный казан Миша иди сюда подарок опачки давай тебе или Степе что это такое Миша? степе я всегда последний я всегда последний я всегда последний я всегда последний ничего себе хот вилса мне на самом деле из всех этих вот это больше всего понравилось ну вот она Миша досталась у нас Миша больше всех любит потвился а такой такой у нас тоже нет потвился все равно смотри какой огромный чугунный ты меня снимаешь ты меня снимаешь? я машинки смотрю смотри какой огромный он тяжелый вообще это вам не блинная сковородка это настоящий чугунный казан отлично будем тебе на костре готовить картошечка сначала маслом с маслом надо прокалить как то там технологии есть мы вот недавно блиницу прокалывали сергей уже знаешь там надо чтобы масло выгорело там сколько-то там это с крышкой видишь какая класс а здесь будешь готовить пловчик? нет, ты будешь готовить у вас будет этот на улице костер должен быть там мальдал и степа пупырку я думал нет сейчас он нормальный коробок отлично казан спасибо Анли подарки дарятся не в 12 ночи а до наступления нового года тебе подарок особенный будешь на работе по конфетке подсобки там с мужиками по конфеточке к чаю держи спасибо на сутки хорошее число надо было котлет покинуть Таня здесь Таня тебе подарок особенный специально Настя подбирала а мне нужно посмотреть ааааа понятно будешь денежки складывать туда копить и бережно тратить в новом году пригодится кошелечка так Варя тебе специальный подарок женский тут красивые штучки открывай сразу примеряй ну может потом примеряй красотища тебе будет так следующим подарком награждается наша глава семейства пап тебе спасибо с наступающим спасибо степа тут наблюдает наблюдает а у него обзорный пункт ну мы не так основательно подготовились к но у нас все полезное ну это самое главное но здесь все в пользу здесь бабушки здесь бабушки здесь бабушки здесь бабушки носочки да там носочки и шампуньки и все но самое главное что то что ты сказал мужчина должен красивый да мужчине всегда пригодится это мне а это маме поздравляйте с новым годом Настя вышивала Лиденька там бонусом еще два кухонных полотенчика лежат вон он на кухню да да ну покажите я не показывала какой милый бычок посмотрите какая прелесть ой я такого хотела и тут вот да каемочка у него рожки золотые да так я и хотела дорожки золотые смотрите какая прелесть издалека не видно это в год быка в мой год Настя вышла посмотри какая прелесть сейчас я упаду идет бычок качается вот здорово да так у нас тут у нас тут игра сейчас для детей на елочку вешаем конфетки а потом дети придут и будут их там на елочке искать да они тут разные ниточки при этом вон ниточки они там уже в две ломятся в две так где еще больше нет у нас а вон фиолетовая висит большая нет а вон голубая висит так новый апрекцион у нас идет ежегодный апрекцион а папа будет играть конечно будет так я тоже хочу орешек все хотят орешки сейчас будут по очереди Степа тоже будет участвовать он очень любит ножницы можно с открытиями дай помнишь как в прошлом году так же конфетки резал не помнишь я хочу вот так два сразу а я так а я так так не хватайте столько радости я представляю как ты так в детстве прыгал с Таней и с Андреем у нас было три конфеты нет у нас было дисциплинированно не они так не орали вы расслабленные дети вообще как будто мы конфеты не видели в свое время а вы дикуете у нас была очередь я помню один человек стоял с пистолетиком второй пошел с ножницами резать да и ну просто игру уже с игрушкой стоял один стоял значит я резал вы стояли слюни пускали да по очереди по очереди во время я наедался все что не нашел посмотрите запутали конфетки стояли в очереди вот так вот следующий у нас такой суеты не было у меня не было таких игрок у меня просто брат был на 7 лет меня старше у нас как-то интересно давай здесь почти ну первый раз он попал вы вот молодец молодец давай кусай ее кусай вот молодец поздравляем вот я не хотел такую не хотел такую я хотел я здесь я хотела так ножницы аккуратно аккуратно ножницы в холодильник теперь в другую сторону назад в другую вот так назад и открывай ножнички открывай ножнички так вот еще раз оп еще жуй оп да нет парень ты парень ты молодец все теперь у всех есть парахерс все теперь сейчас твоя очередь давай атакни парень 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 так миша руками не трогаем андрей так тут у нас составляется рейтинг машинах которые подарили сергей тоже в детстве в машинке не на играх с андреем вместе рейтинг машина покажите какие самые крутые Никита на ус мотает взрослым доверяет какие самые крутые Похожая такая, с красными колесами. А вот эта крутая? Ну, для вас, наверное, да. Вот у меня вот эти трожки. Вот такая у нас. Представляете, я сейчас уснула. Пошла в комнату и уснула. У нас сегодня все спали, а я одна не спала. И меня как начало косить вот так вот, где-то часа полтора назад. Я косила, вот так вот, сижу на столе, мы с вами засыпаем, я в комнате легла и немножко поспала. Да, мне дали все поспать. Ты меня не будил, что ли, почти? Два раза на меня только прыгал. Вот сейчас без 10 и 12. Все проснулись, будем встречать Новый год. С дедушкой первый раз. Сереж, сегодня дедушка с нами Новый год встречает. Обычно уходите раньше. Вы всегда уходите в 9. Какая-то, мне эта конфетка осталась. Как я тебе поверю. Да, там он положил спец. Так же гоним в 2020 году. Там настоящая. Эй, тебя просили записать поздравление вместо Путина. Ты записала? Люди должны отсмотреть вместо тебя, Сереж. Так, в общем, будем смотреть. Пушкин? Пушкин, наверное. А Пучино что? Никит, в прошлом году ты тоже сказал Пушкину. Это же запись. Сереж, ты чего? Я так сейчас поняла, что ты сказала. Что? Говорит, откуда ты знаешь? Это же запись. Огадывайте желание, пирожочки сладкие. Я так и дам. И его надо запить, чтобы у нас было. Все, не надо. Давай, вот, слышишь, бьют часы. Бьют. Ты хочешь компотика? Да он будет. Ура! Давайте. Вот, слышишь, бьют часы. Это значит Новый год. Никит, ты хочешь, Степа? Новый год наступил. Две тысячи. Двадцать первый, да? Салюты у нас начались. Теперь Никита там уже тарапонит по стеклу. Если ты хочешь посмотреть салют, то надо одеться, Никит. Смотри, люди сейчас встретили Новый год дома. И теперь все выходят, одеваются, идут пускать салюты. Так что самые активные салюты, Никит, будут через 10 минут, когда все оденутся. Самое интересное в Новый год, это выходить и смотреть салюты. Тут с балкона очень хорошо все видно. Везде пускают салюты, самые большие вот там. Потому что там многоэтажки. И вот там очень хорошо все салюты видно. Что это за вид лупы таких? Красивый был салют? Да. Вот еще! Вот еще! И вот там тоже! Сейчас, Степ, много салютов, а? Да, много салютов. Вон там чуть-чуть. Да, там светят на нас. Вон там чуть-чуть. И тут вон. С лазером светится везде, Никит, смотри, откуда. Какая большущая. Смотри, сейчас. Откуда? Алицинь. 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 Смотрю концерты, понимаю, насколько давно я не смотрела телевизор. Я уже не помню, как выглядят артисты какие-то знаменитые, которые я раньше по телевизору там каждый день видела. Леонтьев, это вообще, он изменился на внешний вид, если бы не голос, я бы его, мне кажется, даже не узнала. Только голос и волосы остались. Совершенно другой. А, это из Шурика. А, это из Шурика. А, это из Шурика, да. Песня из Шурика, я не знаю. Он уже знает. Это Иван Васильевич меняет профессию. Профессию, да, правильно. Это самые наши знаменитые комедии. Теперь ты его красу и смотрел, да? Да, да. Мама, я хочу мультики. Теперь ты знаешь. Мультики, да. Он уже узнает мультики какие-то. А у нас концерт. Это не мультики мешают. Это маме я налила чай. Субтитры сделал DimaTorzok